Какие ассоциации у вас вызывает Швейцария? Часы, сыр, шоколад, банки? И почему из года в год она занимает первые позиции в мире по уровню жизни? В этом видео поговорим о Швейцарии. Швейцария – это богатая страна в самом центре Европы, с населением всего 8 миллионов человек и площадью 41 тысяча квадратных километров, то есть чуть больше Рязанской области. Если вы считали, что вся экономика Швейцарии держится на банках, часах и шоколаде, вы сильно ошибаетесь. Здесь базируется большое количество мировых корпораций, таких как Нестле, Эйбиби и других. Основными отраслями промышленности являются машиностроение, химическая и пищевая промышленность, хай-тек и фармацевтика. В Швейцарии находится штаб-квартиры таких международных организаций, как ООН, Красный Крест, ВТО, Всемирная организация здравоохранения, ФИФА и около 200 других. Швейцария не входит в Евросоюз и Еврозону. В Швейцарии четыре национальных языка – немецкий, французский, итальянский и романшский, которым владеет меньше одного процента населения. В Швейцарии референдумы реально работают. Так, швейцарцы проголосовали против вступления в Евросоюз в 92 году, проголосовали против работы по вечерам, запретили постройку новых миноретов. Референдумы можно проводить каждое воскресенье. На практике это случается всего несколько раз в год. Общественный транспорт – один из лучших в мире. С помощью него можно добраться в любую точку страны. Ежегодно Швейцария тратит более 9 миллиардов в год на поддержание транспорта. Швейцария – мировой лидер по экспорту наручных и настенных часов премиум-класса. Переехать жить в Швейцарию очень сложно. Даже для жителей Евросоюза для проживания в Швейцарии нужен рабочий контракт, либо сумма в банке, подтверждающая вашу платежеспособность. Швейцарское гражданство получить еще сложнее. Даже ребенок, родившийся на территории Швейцарии, не получает гражданство, если его родители не швейцарцы. Гражданство можно получить после 12 лет проживания в стране. А раньше доходило до такого абсурда, что швейцарок, вышедших замуж за иностранцев, лишали гражданства. В то же время Швейцария активно привлекает квалифицированных специалистов в сфере технологий, фармакологии, биотехнологии и научных исследований. Качество воды потрясающее. Фонтаны можно найти по всей Швейцарии, и вода в них 100% питьевая. Водопроводная вода безопасна и нет необходимости в фильтре. В Швейцарии самый низкий уровень коррупции наряду с Нидерландами. Швейцария одна из самых дорогих стран в мире. Только 37% населения владеет жильем. Цены на еду и жилье в полтора-два раза выше, чем в среднем по Евросоюзу. Так, дневная парковка авто в городе обойдется вам в 30 евро. А найти отель в городе дешевле 150 евро за ночь – это большая удача. Ставка по ипотеке всего около 2%, но средняя цена дома в районе Женевы выше миллиона долларов. Это дорого, даже учитывая, что средний доход после налогов – 5784 доллара. Цюрих и Женева периодически занимают первые места в рейтинге лучших городов для жизни. В Швейцарии нет ни одного города-миллионника. Отличные возможности для путешествий – от Цюриха час до Германии, и два часа до Франции и Италии. Швейцария входит в Шенген, хоть и не является частью Евросоюза. Вы никогда не задумывались, почему швейцарский домен обозначается буквами CH? Секрет в том, что название страны на латинице пишется так. Швейцарские штрафы за превышение скорости зависят от дохода гражданина. Одного швейцарца, превысившего скорость на Феррари, оштрафовали почти на четверть миллиона долларов, учитывая его уровень дохода. В стране 208 гор, высотой более 3000 метров, и 24 – высотой более 4000 метров. Швейцарцы обожают шоколад и съедают 10 килограмм на человека в год. За год производится почти 150 тонн шоколада, из которых более 50 процентов идет на экспорт. В Швейцарии магазины закрываются в 7 часов вечера, а воскресенья вообще не работают. Многие десятилетия швейцарские банки как магнит притягивали деньги миллионеров со всего мира. В последние несколько лет банковская тайна пошатнулась. Швейцарским банкам пришлось под давлением США и Германии выдать данные некоторых клиентов. При въезде в Швейцарию нужно заплатить годовую оплату за пользование всей системой автобанов страны – 40 евро. И никого не волнует, что вы турист и приехали всего на пару дней. Инфляция в Швейцарии не превышает одного процента за год. В Швейцарии планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году самый длинный в мире туннель. Готарский базисный, длиной 57 километров. Медицина на высшем уровне, но платная. Для семьи из четырех человек страховка обойдется в более чем 800 долларов в месяц, и это без покрытия стоматологии. Зато в стране самые низкие уровни ожирения. И третье место по продолжительности жизни – 83 года. В рамках государственной программы наркоманам бесплатно выдают дозу, еду и место поспать. Считается, что это дешевле, чем противодействовать правонарушениям с их стороны. Швейцария имеет один из самых низких уровней преступности в мире. У любой компании в Швейцарии обязательно должен быть директор-швейцарец. Обладатели швейцарских паспортов могут прилично зарабатывать, ничего не делая, а просто числить с директором в нескольких компаниях. Согласно индексу качества жизни от компании Economist Intelligence, в который входят показатели занятости населения, уровень преступности, система здравоохранения, ощущение удовлетворенности жизнью и другие, Швейцария – это лучшее место, в котором можно родиться. Сейчас это звучит невероятно, но в 18 веке швейцарцы сами ездили в Россию работать. И кем бы вы думали – швейцарами. В то время Швейцария была бедной, и швейцарцы с удовольствием ездили работать в другие страны, в том числе и в Россию. Даже само слово «швейцар» так и появилось. Позднее, во избежание путаницы и недоразумений, жители Швейцарии стали называть швейцарцами. На этом все. Друзья, а какие интересные факты о Швейцарии знаете вы? Ставьте лайк, если вам нравится видео и делитесь им. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok